Никогда не катайтесь на поездах, между вагонов поездов. Хотелось бы, чтобы наши зрители были живы и здоровы. Чего наоборот. Подпишитесь на наш канал перед тем, как садиться за руль мотоцикла. Всем привет, это Атом Дуба, канал о физике. Но сегодняшний выпуск будет не о физике, мы решили немножечко отойти от неё в сторону статистики и безопасности транспорта. Существует два непримиримых лагеря. Люди, которые панически боятся летать на самолётах. А также люди, которые наоборот считают, что самолёт это самый безопасный в мире транспорт. Где же правда? Давай разберёмся, откуда взялись эти убеждения о безопасности самолётов. И попробуем по-научному разобраться в том, что там есть. Да, давай по-научному, но сначала я хотел бы у тебя узнать твоё личное ощущение. Ты как на самолёте? Не боишься летать? Да не боюсь, сел, полетел. Там же вроде пилоты все подготовлены, проверены. Там же очень сложные лицензии, медосмотры. Как минимум они трезвые, не то что на нашей дороге. Но я так понимаю, людям просто кажется, что машины безопаснее из-за того, что ты вроде как можешь рулить тем, что там происходит. И вроде как ты под контролем, а в самолёте ты такой сидишь и ничего не можешь сделать, если что-то пойдёт не так. И если действительно что-то пойдёт не так, скорее всего ты умрёшь. А я вот тоже не боюсь летать на самолётах, но прекрасно понимаю тех людей, которые испытывают, мягко говоря, дискомфорт внутри этой консервной банки, летящей сквозь пространство на гигантской скорости на высоте 10 тысяч километров. И смотрят в окно, под тобой пропасть, и держишься на какой-то магии, самолёт опирается на крыло, что... Так ли безопасно лететь в консервной банке на высоте 10 километров над землей? Да. Если вы погуглите эту информацию, то в интернете очень легко можно найти гигантское количество картинок, которые утверждают, что самолёт — это самый безопасный вид транспорта. Да, выглядят они примерно вот так, и действительно так кажется, что самолёт самый безопасный. Откуда взялись эти цифры на этой картинке? Здесь приведены цифры, которые отражают количество смертей на 1 миллиард человека-милей. То есть, грубо говоря... Поделено на число людей и пройденных миль этим транспортом. Да. Эти человеки-мили можно набрать двумя способами. Ну, например, 100 человек-миль можно набрать... Если один человек проедет 100 миль, либо... 100 человек 1 миль. Ну, да. Да. Либо 100 человек проедет по 1 миле, и тогда то же самое получается. Что сразу ярко видно? Ярко видно мотоциклистов, которые очень сильно отрываются по безопасности. Не лучшую сторону от любого другого вида транспорта. Даже разрыв сделали, чтобы в масштабе было видно хотя бы опасность других видов транспорта по сравнению с мотоциклом. Да. Ну, мотоцикл это очень опасный вид транспорта. Машина, автомобиль. Очень опасный вид транспорта получается на втором месте, да. Но с большим отрывом стоит заметить. А у самолетов всего 0,07 смертей на миллиард пройденных человека-миль. Очень маленькая цифра. Но самолеты летают на большие расстояния, наверное. Поэтому получается такая цифра. Если ты окажешься в падающем самолете, ты, скорее всего, умрешь, да? Ну, если в падающем, то да. Но очень редко самолет падает. Самолеты летают постоянно. Эти картинки ссылаются на исследование Яна Саважа. Это профессор Северо-Западного университета в США. В принципе, выглядит очень авторитетно. Цифры все взяты не из потолка, есть ссылки на какие-то данные. Но меня смущает сравнение двух циферок буквально. Количество смертей в поездах и количество смертей в самолетах. Сравнение. И у меня внутренне что-то содрогается. Я не понимаю, как может в поездах погибать людей больше, чем в самолетах. Действительно, да. Хороший вопрос. Вроде как, типа, если я с поездом что-то происходит, помереть в такой катастрофе достаточно сложно, я так понимаю, в обычном случае. Ну, кстати, вроде была какая-то, ну, история знает крупные железы для катастрофы, где умирает много людей. Да, но с самолетом... Самолеты тоже знают такие истории. Чаще, да. Там была какая-то история, где поезда ехали по какой-то, ну, типа, там, типа низины. 900 метров от железной дороги проходил нефтепровод, в котором образовалась течь. Люди, которые контролировали этот трубопровод, увидев падение давления в трубопроводе, решили, что это не какая-то авария с утечкой, а что это просто что-то, что-то произошло, давай подбавим давление. Это же так логично. Да, и вот там в рельефной низине образовалось огромное скопление вот этого газа в перемешку с воздухом, вот эта вот взрывоопасная смесь, похоже, взорвалась от искры какой-то в проезжающем мимо поезде, и вот жертвой этой аварии стало очень много людей. Да. Но это скорее всё-таки техногенная катастрофа, а не... Здесь не виноват поезд. Ну да, поезд только создал искру, которая это всё подожгла. Но, вообще говоря, я редко о таком слышу. Ну, бывает, что поезд сошёл с релеса, но, во-первых, не все, наверное, погибают. Ну да, вроде казалось бы, скорость небольшая и там не так высоко падает, да. Ну и тут вопрос, собственно, к Яну Саважу. Я решил посмотреть, а какие именно смерти на поездах учитывал он. Меня изначально смутила надпись в статье «While on board a train including assault and violent acts». То есть он учитывал просто убийства и насильственные действия. То есть, типа, если кто-то порезал другого в поезде, то это тоже считалось опасностью поезда, да? Ну да. Ну, это, кстати, неудивительно, что если ты едешь в поезде... То бундики тебя могут убить. Ну, с большей вероятностью, чем это произойдёт в самолёте. Ну, в поездах вроде ходят милиционеры там, типа, какие-то дежурные. А в самолёте такого нет. А в самолёт заранее проверяют, что у тебя нету ножичка, нету пистолета. Ножницы даже. Ножницы, да, даже могут отобрать. А в поезде такого нет. Поэтому если в поезде кто-то пьяный будет гузатёрить... Ну да, и поездка долгая, так что напиться многие, наверное, любят. Да. Так что, да, это было бы логично. Я подумал... Да, я подумал, может, здесь зацепка. И посмотрел, куда ссылается Ян Саваш. Давай копать глубже. Да, давай. Ян Саваш ссылается на отчёт. Federal Railroad Administration. Это... Это бюро статистики железных дорог, да? Ну, наверное, это управление железных дорог американское. Ну да. Я открываю обложку и сразу понимаю, что... Ага, тут уже на обложке есть намёк. Написано... То есть всегда ожидайте поезд, пересекая железную дорогу. Давайте посмотрим. Ну, например, возьмём 1999 год. Самый первый в этом отчёте. Всего 932 смерти на железных дорогах произошло в США. Достаточно много. Много, да, много. И, видимо, поэтому у Яна Саважа такая высокая цифра. Поезд опаснее, чем самолёт, оказывается. Но давайте посмотрим, из каких именно смертей состоит эта статистика. И мы видим, что в серьёзных железнодорожных происшествиях погибло всего 9 человек. За этот же самый год. Из 900. Да, из 900. А где же погибли остальные 800? Highway Rail строка. Это имеется в виду пересечение железной дороги и автомобильной дороги. Да, и там уже 400 смертей, да? Да, уже 400. Other incidents. Другие происшествия. Ну, это типа упал на платформу или какой-нибудь пешеходный переход, да? Да, упал на платформу. Ещё 500 смертей, да. Да, ещё 500 смертей. В сравнении с 9 внутри поездов. Скорее всего, это были пьяницы, зарезавшие своих попутчиков, да? Возможно. Вот тебе 9 человек за год, да? Нет, 9 человек за год. Я думаю, что это имеется в виду именно железнодорожные происшествия, потому что там collisions, derailments, то есть сходы с рельс, столкновения. 479 смертей в результате перехода железной дороги в неположенном месте. Да, да. По сравнению с 9, да? Да. Внутри поезда. Так что переходить железную дорогу пешком гораздо опаснее, чем ехать внутри поезда. Вывод такой. Железная дорога опаснее вид транспорта, но не для тех, кто находится внутри поезда. А для тех, кто не успел войти в поезд. Для тех, кто не успел сесть на поезд, или находится рядом, или ждет поезд, или пересекает его дорогу. Или для индусов железная дорога опасна, потому что индусы любят ехать не в поезде, а на поезде. Да, так что никогда не катайтесь на поездах, между вагонов поездов, под поездами. Перед поездами тоже не катайтесь, а внутри поезда безопасно. Нормально, да, все. Ну вот как-то так с этим разобрались, с поездами. Давай теперь с машинами разберемся. Значит, допустим, мы хотим доехать на автомобиле из своего дома в Ашан. И что? Согласно этой статистике, такую поездку безопаснее совершить на самолете, чем на машине. Я правильно понимаю? По этой статистике получается вроде как да, но это же статистика на пройденные километры, а тут нам же совсем недалеко. И мне кажется, что вот эта статистика, приведенная Яном Саважем, она годится только реально для далеких поездок. И такой способ подсчета, он реально выгоден самолетам, потому что самолет за всю свою поездку, какой бы длинной она ни была, рискует серьезно, всего два раза, во время взлета и во время посадки. И я попытался найти какую-нибудь другую статистику. Неужели нету статистики не по пройденным километрам, а, например, просто по факту того, что я откуда-то куда-то дошел? Наверное, есть, да? Ну, я поискал, ничего суперадекватного не нашел. Есть, правда, в Википедии статистика. Табличка, которая ссылается на статью некого Роджера Форда. Наверное, это какой-то человек, который очень любит поезда, да? Да, он очень любит поезда. Сейчас он то ли главный редактор, то ли что-то в этом духе журнала Modern Railways, современные поезда, железные дороги. Очень любит поезда человека. Я думаю, да. Вот, и он в этой статье попытался оценить, я не думаю, что это суперточная статистика, попытался оценить количество смертей не на миллиард пройденных километров, а на миллиард поездок и на миллиард часов, проведенных в транспорте. Да, что тут у нас по цифрам так резко выбивается Space Shuttle? Ну, вообще, летать на Space Shuttle опасно. Ну да, особенно если на количество поездок. То есть, получается, что... А, это на миллиард поездок, да? На миллиард поездок, да, такое гигантское число. На миллиард поездок умрет 17 миллионов человек, да? Да, просто шаттл убийца, не зря его запретили. Ну, вообще, за историю Space Shuttle было две крупных катастрофы по семь погибших человек. Ну, наверное, на фоне небольшого количества общих поездок, это уже, скажем так, дает заметный вклад в эту цифру. То есть, тут небольшое усреднение, и всё-таки много катастроф произошло в этот период. Смотри, а вот получается, что Shuttle всё равно безопаснее, чем ходьба пешком. Да. Даже при такой смертности на одну поездку, на миллион километров, получается, что Shuttle безопаснее. Да, то есть, суть в том, что космический корабль, он в космосе дабатывает просто гигантское количество миль или километров. И поэтому, пролетев один круг вокруг Земли, МКС делает полёты на МКС супер-супер безопасными, как будто бы. Ну да, так что не все поездки адекватно сравнивают по километрам. Так что, если на километры сравнивать, летать на шаттле безопаснее, чем ходить пешком. Давай посмотрим, какой вид транспорта самый опасный. Давай исключим, наверное, Skydiving и Space Shuttle, потому что всё-таки это не тот транспорт, который ты можешь выбрать для перемещения между городами или внутри города. Вообще, самый опасный вид транспорта, по всем данным, по всем практически способам подсчёта, это мотоцикл. Как ни считай, мотоцикл очень опасный вид транспорта. Ну, кстати, велосипед, смотри, не сильно отстаёт. Велосипед тоже, да, велосипед тоже опасный. Я вот люблю на велосипеде прокатиться. Ну, ты рискуешь своей жизнью, надо понимать. Всего лишь миллиард километров, и вероятность умереть становится достаточно небольшой. Ну, кстати, по количеству поездок самолёт примерно как велосипед. Одна поездка на самолёте — это совершенно не то же самое, что одна поездка на велосипеде. Ты же на велосипеде можешь каждый день по 10 раз маленькие поездочки совершать, а на самолёте ты так часто всё-таки летаешь и на гораздо большее расстояние. Ну, то есть из этой статистики можно сделать вывод, что если я хочу отправиться на далёкое расстояние, и моя цель — преодолеть большое количество километров, то мне надо смотреть на третий столбец, и тут действительно оказывается, что самолёты очень безопасные. Также безопасными оказываются автобусы и поезда. — Логично. — Да. — Ну, кстати, автобус безопаснее, чем поезд, всё равно. — Ну, это с учётом того, что поезд всех подряд сбивает. — А, то есть это всё-таки не вычищает вот эти случаи смертей от поезда снаружи? — Нет. — А, ну тогда, да. А от самолётов интересно, сколько людей умирает снаружи? — От самолётов снаружи? Ну, типа, если только самолёт влетел в дом... — Самолёт упал на жилые дома. — А я, кстати, не знаю, я не уточняю. — Мне кажется, такие инститры достаточно редко всё-таки. — Мне тоже кажется, что в основном погибают те, кто внутри самолёта, а не те, кто снаружи. — Если вы хотите убить других, а не убить себя, то выбирайте поезд. — Мне кажется, поезд всё-таки как средство убийства не очень. — Почему нет? — Статистика, статистика. — Ну да. — Прицельность атаки такая сильная. — Так что как оружие всё-таки поезд не очень, но... — Кстати, мне кажется, многие ещё выбирают поезда как орудие самолёта. — Кстати, да. — Как и мотоциклисты. — Блин, мы тут не хотим ни в коем случае никого из мотоциклистов или велосипедистов переубедить кататься на своём транспорте. — Мы с Ваней считаем, что это право каждого человека рисковать своей жизнью. — Своей. — Но не чужих. — Да, но не чужих. — Не езжайте на поезды. — Ха-ха-ха-ха. — Кстати говоря, Space Shuttle... — Это один из наиболее опасных космических видов транспорта. То есть если бы в этой таблице был не Space Shuttle, а, например, Союз... — Ну или МКС. — Или МКС, да. — Да, куда-то типа загрузился на Союзе, да, и типа только на МКС... И это актом поездки считать стыковку Союза с МКС, да? — Да-да-да-да. — И то на МКС ещё никто не помирал, да? — Да. И на Союзах тоже очень мало народа погибло. — Кстати, мне кажется, что вот эта табличка, она была бы разной, если бы мы брали разные страны. Вот в Индии я уверен, что поезд был бы совсем небезопасным. — Да, мне кажется, на Кипре поезд был бы самым безопасным, потому что на Кипре нет железнодорожного транспорта, в принципе. — Только детский вагончик, который по кругу ездит в парке аттракционов. — Сколько безопасен вот этот детский трамвайчик в торговом центре. — Обращу внимание зрителей, что вся эта статистика, она не самая свежая. То есть это статистика начала 2000-х годов. — Да, и тогда не было ещё некоторых видов транспорта, типа электросамокатов, которые, я подозреваю, могут сравниться с мотоциклами. — Да, и этих, как они, на одном колесе тоже. — Моноколёса, да. — И на самом деле любой транспорт становится безопаснее с года в год, машины становятся безопаснее, производители думают о том, как сберечь и людей внутри автомобилей, и людей перед автомобилем. Там какие-то подушки для пешеходов, чтобы отстреливал капот, тоже придумывают. — Саркиз, давай подведём какие-то итоги. Что мы можем сказать по результатам нашего обсуждения? — Но я бы выделил два основных вывода. Во-первых, мне кажется, поезд всё-таки это самый безопасный вид транспорта, если ты успел в него зайти. — Логично. — Да. Далее. Безопасность транспорта нужно оценивать по поездке, которую вы собираетесь совершить. Если вы едете совсем недалеко, то автомобиль будет безопаснее самолёта. Но если вы собираетесь отправиться на другой конец света, то самолёт — это отличный выбор. — Ну и старайтесь избегать перемещения на мотоциклах. Они всё-таки действительно очень опасны. — Если вы не любите рисковать, да? — Нет. Ну, я просто рекомендую людям избегать. Я просто хочу их... — Ты заботишься об их жизни? — Да. Хотелось бы, чтобы наши зрители были живы и здоровы, и не последовали... — Может, они будут несчастны, если они не будут ездить на мотоциклах? — Нет, это их выбор. Могут ездить. Я просто их предупреждаю о высоких рисках от поездок на мотоциклах. Мотоцикл во сколько раз? Давай посмотрим с самолётом. — Интересно, какой жест показывают в экран мотоциклисты? — С той стороны. — Я не знаю, может быть, они всё-таки вразумятся и поменяют хобби на что-нибудь более безопасное. Итак, мотоцикл в 40 раз безопаснее, чем автомобиль. — Чего? Наоборот. — Так, автомобиль в 40 раз безопаснее, чем мотоцикл. — Да. — Будьте осторожны с любым видом транспорта. — И не умирайте. Прежде время. — И подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. — Не умирайте, чтобы подписаться на канал Атандува. — Подпишитесь на наш канал перед тем, как садиться за рулем мотоцикла. — Чёрный юмор. — Тема всё-таки такая... Без чёрного юмора сложно. — Кстати, для подписчиков. Ютуб решил, что мой канал давно умер. Не без оснований решил, потому что много лет ничего не выкладывали. Поэтому не забывайте ставить колокольчик, чтобы Ютуб присылал вам уведомления. Сейчас он даже подписчикам уведомления не присылает. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова